Молитва за упокой души звучит здесь ежедневно. Старейшины вспоминают жертв политических репрессий и голода. После жесткой реформы 1932 года на этой земле были похоронены сотни наших земляков. Новость о том, что скоро здесь начнется массовая застройка, повергла Аксакалов в настоящий шок. Здесь есть жертвы голодомора, а репрессированных расстреливали на этом самом месте вплоть до 1939 года. Их тела долгое время лежали на земле, после их хоронили в братских могилах. Наши деды и отцы запрещали даже нам вступать на эту землю. Не то что скот пасти. А сейчас что хотят здесь делать? Многоэтажки на костях построить. Разве это нормально? Согласно генплану, здесь будут высотки и развлекательные центры. Это просто жутко. Никакой святости в людях не осталось. С просьбой не стеребить память усопших, жители Кайтпаса впервые обратились к депутату Гормаслихата два года назад. Именно тогда местные жители узнали о существовании генплана и о том, что здесь начнется масштабная стройка. Я в то время заходил на прием к Акиму. Он прямо при мне дал распоряжение о внесении изменений. Вот только почему дальше слов «дело так и не пошло» мне неизвестно. На встречу с местными аксакалами пришли представители отдела городской архитектуры и строительства. Они заявили, что в этом на строительстве сегодня вправе наложить только градоначальник. Аксакалы намерены пойти выше и обратиться к Акиму области. Для них крайне важно сохранить память о предках и трагических страницах нашей истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...